всем привет дорогие подписчики зрители канала с вами локи мы продолжаем карьеру за зенит fifa 23 с модом рпл у нас идет второй сезон и мы продолжаем ребята без проигрышную серию чемпионате россии нас сегодня будут симуляции сегодня мы также завершим групповой этап лиги чемпионов а также сыграем в кубке россии ну а уже скорее всего в следующей серии нас будет ждать новый кубок паре премьер где мы сыграем с новыми командами для нас не уже через пару серий начнется вторая половина сезона развязка лиги чемпионов куда мы уже ребята точно с вами прошли потому что смогли в прошлой серии обыграть мадридский реал причем что вынесли их в одну калиточку так скажем ну а вы ребят поддержите видео своим лайком напишите комментарии также здесь впервые подписывайтесь на канал не забывайте залетать наш телеграм там всегда будете в курсе выхода новых серий новостей уведомлений все будет под рукой ссылочка закрепия у нас игра против сочи как я и говорил во втором сезоне мы симулируем игры командами ниже восьмого места не давайте посмотрим как сыграла наша команда эта победа 1-0 единственный гол на счету клоудиньо она варра на 76 минуте мог счет сравнять но не забил пенальти следующий матч чемпионата против оренбурга они тоже идут внизу турнирной таблицы давайте смотреть как завершилась эта игра эта победа 21 здесь у нас педро и мантуан забили по голу и педро получил еще красную карточку но и вот наконец-таки матч который мы сегодня уже проведем сами эта игра против спартака они идут на шестом месте состава на ваших кранах и давайте отправляться на матч многие ребята в комментариях спрашивали как там дела у александра головина у него ребята сейчас дела и складываются таким образом я нашел его он сейчас играет в кадисе вот так вот куда его занесла им футбольная карьера спартак приехал к нам в гости сегодня у нас такая спартаковская серия получается потому что сейчас мы играем с ними в чемпионате далее у нас игра в лиге чемпионов финальный матч группы а после игра со спартаком в кубке россии так что он посмотрим как себя проявит спартак чемпионате а также как они сыграют в кубке нерас передача на сергеева нера здорово на одном движении уходит от соперника набирает скорость нерас раскачивает защитника удар поворотом в дальний но здесь он делал все сам это вендал и вот отсюда в дальний отбились пока защитники спартака клоудиньо гертруида сергеев и офсайт новая атака спартака серхио рамас отпустил немножко нападающего спартака и ок форт забивает гол сегодня на разминке как раз показывали его он был сконцентрирован настроен на эту игру ну и здесь он здорово ушел от рамаса и рамасу вот здесь как будто не хватило корпуса раньше помните как он не отталкивал своих оппонентов не позволяя им пройти но вот здесь борьбу проиграл видимо все таки немножко сказывается потеря рейтинга и нам надо сейчас постараться вернуть так скажем баланс в эту игру иван сергеев нужно забить и сергеев здесь не оставляет шансов вратарю 1 1 22 минута ну как и мы дали легко забить так и спартак позволил забить нам здорово ворвался в зону он прицелился низ 14 метров поразил дальний угол ворот у нас снова ничья здорово венда ложку подставил пяточкой мяч выбил ну а теперь набираем скорость для новой атаки клоудиньо не прошел пас на сергеева но вот здесь спартак тоже ошибся им клоудиньо классно развернулся и 2 1 2 1 это ребята клоудиньо на 30 минуте выводит зенит вперед но нравится мне вот так вот спиной принимать мяч к воротам соперника разворачиваться и аккуратно забивать в угол искусственный интеллект с такими эпизодами справляется крайне редко тут все зависит от того как именно твой футболист развернется вот у сергеева сегодня был похожий момент но там у него не вышло развернуться как следует удары за пределом штрафной и пенальти да сегодня точно не день серхио рамоса сначала им он упустил соперника здесь выставил руку и главный арбитр на 44 указывает на 11 метровую отметку разбег удар отдыхе тащит иван сергеев передача на вендала им и это не нарушение серьезно у нас начинается второй тайм вторые 45 минут и пока игра такая довольно динамичная иван сергеев передача на раз удар а вот здесь вот есть уже вопросы к вратарю не раз его прошивает это 3 1 не совсем понятно как умудрился вратарь спартака пропустить этот мяч либо он не видел когда тот вылетал из-под защитника мы посмотрим насколько хватит спартака сар сейчас летит на наши ворота но здесь серьезно пенальти и желтая арбитр рейс просто в чистейшую прикрыл соперника а главный арбитр указывает на точку ну где он кого зацепил я не понимаю сегодня арбитр что-то странное показывает вендалу стелется в подкате сзади арбитр молчит здесь игра в корпус мы переиграли уже дыхея на сейра иван сергеев на клоудиньо играет клоудиньо нерас и здесь уже вратарь потащил опасный выход удар поворотом и третий залетает это сар спартак не сдается 72 минута и ну и здесь классный пас и не менее классный удар в дальний еще один момент но здесь все спокойно нет 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 здесь пенальти не будет забегает клоудиньо прокидывает мяч дальше клоудиньо его цепанули это увидел арбитр или что нет он считает что клоудиньо себе рукой подыграл до спартак вырывает ничью на выезде первая ничья в сезоне но это пока не поражение ребята вот так друзья сейчас выглядит наша группа лиги чемпионов мы лидируем 13 очков мы забили 11 голов ребят и ни одного не пропустили это просто какой-то нонсенс потому что обычно если даже много я и забиваю то все равно что-то где-то да пропущу кто в итоге займет второе место сможет ли брага сейчас на навязать борьбу или же все-таки мы их обыграем а мадридский реал останется на второй строчке поехали ребята давайте смотреть на стартовые составы я надеюсь что там полный порядок да у нас сегодня небольшие изменения педро ирина и караваев с сантосом выходят ну а так все без изменений ребят погнали этот матч интересен тем что брага должна биться с нами сейчас за три очка чтобы попытаться получить шанс на второе место в надежде если реал ошибется с трапзам спором в чем я правда очень сильно сомневаюсь конечно спартак молодцы вот здесь стоит отдать должное воспользовались своими моментами где-то конечно как со вторым пенальти арбитр немножко помог а вот так вот начинает брага я вот заметил что после симуляции немножко команда начала играть как-то по-другому не так слаженно и возможно именно от этого стало чуть интересней неплохо разыграли но вратарь браги тащит девятая минута давайте вот так через дугласа сантоса подача педра педра хоть и выиграл борьбу но это больше получилась какая-то скидочка на нероса нежели удар по воротам рейс вот здесь снова в чистую он выигрывает мяч на сей рост арбитр молчит педра заброс на клаудиньо клаудиньо продавливает соперника педра просит передачу но мяч до него не доходит довольно плотно сегодня опекают нашего центрального нападающего и вот сюда в центр здорово ну же вильмар бариус удар по воротам есть и бариус не попадает какой момент ищи пролетел мяч через дыхею попал штангу и выскочил обратно в поле реал ребята выигрывает 1 0 у себя дома но это значит что врага отправляет столько лишь в лигу европы и сейчас даже если они смогут забить смогут выиграть вряд ли этого хватит для того чтобы обойти реал удар по воротам дыхея подняться были уже в нашей карьере такие эпизоды когда дыхея не успевал встать вендал вот это красотища ребята я даже на секунду замер в ожидании того как летит мяч но вендал исполнил просто какой-то божественный гол вот как я и хотел забросив на него аккуратно перебросить в дальний это получилось я с замиранием сердца смотрел ребята как летит мяч также примерно как вратарь браги мы по итогу он залетает в ворота но вендал просто красавец смотрите как он резанул и мяч оказался в дальнем углу ворот это 1 0 53 минута пятый гол в шести играх вендала и я вам больше скажу эль шаровим ракитич кто там еще мертенс они до сих пор находятся в свободных агентах и их никто не забрал ну уж не знаю как так получилось вендал прострел продавил соперника у кампас передача в центр вендал у него сегодня дубль ребята им у него сегодня дубль 62 минута у нас появляется халки мостовой вместо педро и нероса им у кампас уходит на право мостовой слева халк в центр вендал классно прокинул на окампаса окампас на дальнюю на халка но здесь офсайд удар ближний дыхея вытаскивает а вот теперь халк его дальний выстрел закатится мяч ворота катись катись мячик катись немножко силы не хватило все мы забираем ребята победу последнем раунде групповой стадии лиги чемпионов мадридский реал мы поздравляем с проходом также следующую стадию лиги чемпионов ну а брага и отправляется в лигу европы трапцов спор по всей видимости не набирает ничего но в этой групповом в этом групповом раунде и выбывает давайте быстро пробежимся по группам лиги чемпионов посмотрим кто вышел в итоге прошли дальше барселона и тоттенхэм зенит и мадридский реал брага семью очками отправляется в лигу европы группа c псж атлетика мадрид группа d ливерпуль марсель спартак отправляется в лигу европы группа е ювентус ливеркузынский байер группа f бавария интер группа g баруси дортман манчестер сити группа h манчестер юнайтед милан также смотрим что здесь у нас лиги европы и в лиге конференции быстренько пробежимся ребята ну как мы видим довольно много сильных команд которые должны были выйти проходит дальше локомотив со второго места выходит что тоже приятно астон вилла киевская динамо к сожалению здесь вылетает виллериал тарина рома рай валика на но вот и лига конференции посмотрим есть здесь кто-то из российских клубов по моему должны были быть донецкий шахтер занимает только лишь треть ручку севилья рейнджер саяк ска второе место что тоже здорово и краснодар заняли второе место в группе я уже знаю соперника по 1 8 финала лиги чемпионов вы уже тоже знаете кто вышел поэтому попробуйте угадать комментариях на кого мы попали сразу скажу соперник интересный не так скажем мы уже с ним встречались поэтому это будет довольно интересное противостояние и первая встреча с ними получилось довольно неоднозначный давайте смотреть ребят на составы как я и говорил в кубке у нас на воротах адамов без разницы какой соперник мы играем с ним на воротах ну и давайте смотреть у кого сейчас получится сыграть на победу у нас или у спартака чемпионате в прошлом матче мы сыграли в ничью и получилась настоящая битва поехали если у спартака сейчас будет тот же настрой что и в матче чемпионата может быть даже и сильнее то от них можно ожидать чего угодно они сегодня приехали явно за победой ну и для них это хороший шанс побороться им за трофей в этом сезоне вряд ли конечно в чемпионате у кого-то получится нас догнать но ребята им кубок это немножко другой сегодня вендал остался у нас на скамеечке запасных удар поворотом вот и первый момент и снова провал адамов получает ближний 1 0 8 минута им настрой спартака действительно запредельный и снова снова этот паренек нам забивает здесь здорово разыграли вот тут немножко я отпустил соперника этого хватило но она дам его честно скажу не сильный расчет потому что рейтинг у парня маленький но поскольку я обещал выпускать его в кубке будем действовать именно так передача на парадоса парадос бьет дуглас антас передача на педро педро клоудиньо и парадос ребята 11 20 минута втроем они здесь разыграли педро клоудиньо и парадос мы парадос сумел подобрать ногу для удара и вонзил мяч сетку это ничья 1 1 20 минута бетруида не смог держать соперника серфио рамос аккуратно пенальти и желтая рамосу как-то не везет рамосу против спартака я не знаю как будто заколдовали здесь вроде аккуратно пытался сыграть но соперник сам зацепился об его правую ногу залетел чуть ли не в центр штрафной и главный арбитр снова указывает на точку а теперь адамов на пенальти его переигрывают 2 1 вот эти пенальти конечно в матче со спартаком нам прям не дают покоя что в матче чемпионата что сейчас спартак выходит снова вперед сейчас угловой за угловым раскатывает спартак но мы раз за разом аккуратно выбиваем мяч на новый угловой дальний удар поворотом накрыли серфио рама здорово но это что что это за передача я не понимаю в некоторых эпизодах просто выключает игроков пока ребята 2 1 пользу спартака но я скажу так такое чувство что знаете этот пенальти задезморалил малость нашу команду здорово педра и удар в дальней педра здесь разобрался очень здорово им не без доли везения конечно ему мяч пришел но он смог классно развернуться подстроиться под удар и вонзить мяч в дальний угол это 2 2 и у нас выходит вендал вместо паредоса добавим немножко бразильской сыгранности в центре поля здорово дугла санта с клоудиньо должна быть отложенная карточка вильмар баррес здорово без нарушения правил мяч отнимаем клоудиньо пошла передача налево рядом вендал рядом также педра давайте вот так аккуратненько загипнотизируем сейчас оборону спартака но не прошла передача на клоудиньо передача на педра не самый скоростной придется так аккуратно катать ребята пас на вендала педра вендал уже в ближний вынимать третий вот для этого вендал и вышел это ребята 3 2 два раза по ходу этой встречи нам ребята пришлось отыгрываться ну а сейчас мы выходим вперед не остается 20 минут но сейчас главное грамотно отыграть все эпизоды а наверное на дугласе когда было нарушение сейчас опасная передача за спину нашей обороне но снова грамотно педра с нерасом разыграли и на раз укладывает издевательский мяч 4 2 ну может быть и не издевательский если не вновь между ног залетел но посмотрим сейчас по моему между ног вот здесь будет видно шведкой режет опа да ребята еще одному вратарю нужна сеточка иван сергеев появляется вместо педра и 12 минут до конца вильмар бареус и родригау пошел в атаку а тут еще и иван сергеев и вот отсюда в дальней вот это пушка сергеева ребята иван сергеев первым касанием посылает бомбический мяч в дальний угол спартак посыпался и судья здесь уже не поможет просто пушка сергеева почти 22 метра и какой выстрел мне кажется словил дизмораль небольшую галкипер спартака после того как между ног пропустил ну и дуглас сантос уступает место на поле вендалу дугласу сегодня просто отдельный респект ребята думаю ваш лайк он заслужил сегодня на протяжении 82 минут он действовал очень здорово а вот сейчас что-то может придумать спартак удар есть адамов вытаскивает но раздосадованы уже футболисты спартака у них был шанс они в начале вышли вперед они получили пенальти и реализовали его снова повели им но потом наша грамотная игра и развернула все в другую сторону мы смогли крупно выиграть и проходим следующий раунд кубка россии это был по моему финальный матч группы м которая у нас была довольно интересная ну и ребят увидимся с вами следующей серии поддержите видео лайком напишите комментарии если здесь впервые подписывались залетайте в телегу ссылочка на нее в закрепленном комментарии но с вами был локи огромное спасибо за просмотр и поддержку пока 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 пока